Дорогие братья и сестры, мир вам! Слава нашему Господу! Он дал сегодня нам прекрасное время. Мы сегодня имеем прекрасную возможность снова быть в церкви, быть в Доме Божьем. Можем петь, молиться, можем слышать Слово Божье, можем изучать Писание. И вы знаете, когда мы изучаем Писание, то мы его изучаем и следуем не для того, чтобы нашу голову знаниями наполнять и цитировать. Мы изучаем Слово Божье для того, чтобы знать правильно, для того, чтобы впоследствии поступать правильно. И апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет, вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Потому что так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя. И он говорит, занимайся с ним постоянно. В греческом тексте, вот вместо слова спасешь, там написано сохранишь. И вы знаете, то, насколько сегодня хорошо мы будем знать Слово Божье, насколько мы успешно будем применять Слово Божье в своей жизни, от этого будет зависеть, насколько мы будем правильно ходить пред Господом, насколько успешно мы будем служить Ему и противостоять греху. Однажды я имел такую возможность беседовать со своим знакомым. Он работал в банковской сфере, отдел валют. И работал он очень давно, и это сейчас, знаете, есть специальные такие аппараты, которые просвечивают купюру, и можно определить, фальшивая купюра или нет. Раньше такого не было, это должен был делать работник. И говорит, на самом деле, вот он мне говорит, подделок очень много, они разделяются на разные категории, и изучить их все, знать это невозможно. И говорит, банкам было принято решение дать им очень хорошего качества банкноты, чтобы они изучали их, чтобы они знали до мелочей вот все вот знаки. И когда, говорит, им попадалась вот эта фальшивка, они сразу, говорит, без труда могли определить. И вот, знаете, я когда слушал этот рассказ, я понял, что когда мы знаем, христиане, мы знаем Слово Божье в нашей жизни, вот мы можем очень хорошо ориентироваться. Когда какое-то лжеучение, когда какая-то может быть совсем неправильная трактовка, мы знаем, как нужно правильно поступить. Потому что вот это Слово Божье, оно, когда наполняет наше сердце, наполняет нашу внутренность, мы будем жить и поступать в соответствии с этим. Слава нашему Господу! Первый текст Священного Писания, который мы с вами сегодня прочитаем, это будет записано в книге «Послание Ефесиным, 6 глава с 11 стиха. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять до сего места». И вот мы, когда прочитали этот текст, мы видим, что апостол Павел нам пишет о том, что дьявол сегодня использует очень хитрые планы, очень хитрые методы. И вот мы прочитали о том, что вот козни, да, вот козни дьявольские. Козни – это старославянское слово, и мы в современном, вот, нашем, скажем, быту его, как бы, может, так особо не используем, но это слово, оно означает действовать методом, разрабатывать план или стратегию, используя хитрость или обман. Этот текст говорит нам, что дьявол очень сильно организован, продуман, и его вот эти действия бесовские, сатанинские, они носят такой очень спланированный характер. И один из методов, который дьявол сегодня успешно использует против нас, против христиан – это компромисс с грехом. И тема моей проповеди будет «Опасность греховных компромиссов». Компромисс само по себе – это неплохое слово. Оно означает соглашение на основе взаимных уступок. Если, допустим, брать какую-то область дипломатии, область политики или еще какие-то вопросы, то, вы знаете, правители, руководители, они очень часто идут на компромиссы, они договариваются в каких-то сферах. И сегодня, если бы наши руководители меньше шли на какие-то компромиссы, то мы жили бы в мире, где было бы еще больше войн и каких-то проблем, конфликтов. И вот если в какой-то, может быть, обычной жизни вот это слово «компромисс» – оно имеет положительное значение, то в библейском понимании греховный компромисс – это означает медленное разрушение библейских евангельских принципов и христианских ценностей методом смешения греховного с Божьим. Здесь заложен очень тонкий принцип незначительной подмены в понимании духовных законов и истин Божьего Слова. Я однажды слышал такой пример о том, что в одной церкви избрали пастора, и в этой церкви посередине там, где была сцена, стояла пианино. Ну и когда он спросил, а может быть, нам его в сторону убрать, где-то в уголок поставить, ему сказали, нет, оно у нас очень давно стоит, это не нужно делать, все уже привыкли, и это все хорошо. И вы знаете, никакие разговоры, никакие методы убеждения, ничего не помогало. И он просто решил приходить на служение пораньше и по одному сантиметру, по чуть-чуть отодвигать это пианино. Прошло определенное время, и никто даже не заметил, как оно очутилось в углу. И вы знаете, точно что-то похожее происходит в нашей жизни. Если христианин идет на компромисс с грехом, соглашается в чем-то, где-то, вот там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, в его жизнь незаметно по чуть-чуть приходит грех, и он даже не замечает этого. Поэтому компромисс – это враг нравственной целостности. Компромисс лишает нас, христиан, чистоты и правильных взаимоотношений с Господом и приводит ко греху. Опасность греховного компромисса заключается в том, что, когда мы оказываемся в каких-то, может быть, трудных или неудобных ситуациях с точки зрения христианской морали, вот с точки зрения христианских ценностей, дьявол предлагает нам поступиться с Божьими вот этими законами, Божьими заповедями, и поступить, нарушая Слово Божье. Он говорит, ну что ты там будешь вот за правду стоять, посмотри, вот все вот на работе берут и несут домой. А ты что, честный такой? Ты не будешь брать. Или вот все твои друзья, вот неверующие, там вот в университете или там еще где-то, вот они вот пошли там в такое-то место, они вот там-то вот находятся, а ты что, такой правильный не пойдешь? И вот используя различные методы и средства, лукавство, обман, искушение, компромиссы, используя различные ситуации, используя различных людей, дьявол хочет сегодня повлиять на мою и на твою христианскую систему ценностей, чтобы мы постепенно, со временем, перестали соблюдать Слово Божье в нашей жизни. Я приведу такой маленький пример, я уже его говорил, несколько раз даже, по-моему, в своих проповедях о том, что у нас на работе, там, где я работаю, была такая вот ситуация, приезжала проверка, и начальник знал, что есть один такой вопрос, и если приедут, спросят, нужно сказать неправду. И он, чтобы заручиться поддержкой всего коллектива, начал всех спрашивать и говорит, вот, скажешь так или нет. Ну и, конечно же, все солидарны, ну да, если так нужно, мы скажем. И настала моя очередь сказать свое мнение. Вы знаете, когда коллектив, когда дружно все вместе, когда, может быть, хорошее отношение, когда начальник к тебе хорошо относится, и вот он тебя просит, вот надо так сделать. сказать, как ты поступишь. Я не хочу сказать, что вот я такой хороший, или вот у меня есть такая способность. Нет. Я знаю только то, что когда мы любим Господа, когда мы боимся Господа, когда мы Ему служим, когда мы боимся Его огорчить, мы не будем допускать в нашей жизни компромисс с грехом. Мы не будем допускать в нашей жизни нарушение Божьего Слова, Божьих заповедей. И Господь, Он видит наше сердце, Он дает нам эту способность противостоять греху. И я сказал, вы знаете, я вот хожу в церковь, я служу Богу, и я не могу обманывать, я не могу вот нарушать. И вы знаете, он посмотрел, он ничего не сказал, он промолчал. В коллективе, конечно, да, кто-то начал насмехаться, кто-то начал злословить, что вот, мол, правильный такой вот Святоша. Но вы знаете, Господь, Он видит сердце, Он видит нашу внутренность, видит наши желания, наши намерения. И да, все было хорошо, приехало начальство, ничего не спрашивало ни у кого, то есть, ну, ничего такого не произошло. Но потом однажды на работе произошла одна такая ситуация, и начальник хотел выяснить, как же было на самом деле. Один говорит одно, другой, другое, третий, третий. Он говорит, позовите Максима. Он говорит, точно правду скажет, обманывать не будет. И вот, если мы стоим твердо на наших библейских, христианских принципах, это видят даже неверующие люди. И пусть в каком-то моменте, может быть, в какой-то ситуации это вызывает у кого-то смех, насмешку, кто-то будет насмехаться, издеваться над вами, но Господь, поругаем, не бывает. И Он обязательно будет защищать своих детей, и Он всегда поможет нам в различных ситуациях. И если бы я поступил неправильно, если бы это произошло, то компромисс бы привел бы ко греху. А когда христианин постоянно идет на греховные компромиссы, это приводит его к падению. И вот поэтому Слово Божие нам говорит, что мы не должны отступать от той позиции, о которой нам говорит Священное Писание. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Дьявол прекрасно понимает, что мы, как дети Божьи, мы защищены. Под его оградой и охраной находимся, под защитой его крови. И поэтому Он использует такую тактику тихонечко, мало по малому, через компромиссы пробивать брешь в нашей духовной нравственности, что впоследствии приведет нас к такому состоянию, когда нам будет все легче и легче соглашаться с грехом и допускать грех в нашей жизни. Когда христианин идет на компромисс в своей жизни? Через размытие границ. Вражеская тактика или вот эти вражеские козни, они заключаются и направлены прежде всего в том, чтобы ослабить вот эти границы святости. пока мы одеты во все оружие Божье, пока мы находимся в этих границах чистоты и святости, нас очень трудно победить. И поэтому дьяволу сегодня очень сильно заинтересован в том, чтобы ослабить эти границы. И это достигается через размытие. когда в результате размытие это процесс, когда в результате становится не видно вот этой четкой линии, за которую нельзя выходить. Когда не видно вот эту четкую линию, когда можно переходить или нет, очень легко согрешить. Я просто вспоминаю один рассказ, это рассказывали братья, которые еще в то вот советское время стояли за веру молились, служили Господу. Бог уже тогда открывал, что придет свобода. И придет такое время, когда очень будет трудно христианам, только уже не со стороны гонений или каких-то притеснений. И вот этот брат, он говорил, что вы знаете, говорит, придет время скоро, вот Бог открывает, что греха не будет. А ему говорят, а как? Ну, наверное, да, вот когда тысячелетнее царство будет, когда уже придет Христос, за нами, вот за церковью, когда вот тогда греха не будет. Он такой говорит, вы знаете, это будет гораздо раньше. А тогда все удивились и говорят, а как раньше, как такое может быть? Он говорит, то, что сейчас называется грехом, придет время, когда это не будет называться грехом. И вы знаете, мы сейчас живем в такое время, когда можно, наверное, практически все. И поэтому вот это лукавство этого заключается вот в этих компромиссах, которые постепенно, мало-помалу подменяют вот эти вот понятия духовности, подменяют вот эти христианские ценности. И христианин мало-помалу он становится теплым, он становится таким, который уже соглашается с греховным и идет на компромисс. Я думаю, вы слышали, когда неверующие люди говорят о верующих, вам вот это нельзя, вам вот это нельзя, и вот это, иногда они даже лучше нас знают, что оно можно, а что нельзя. Но, знаете, они не понимают, что вот эти заповеди, которые дал Бог для нас, вот для христиан, вообще для всех людей, это не является просто вот список каких-то запретов. это законы духовной безопасности. Иногда люди возмущаются законами, потому что эти законы, они устанавливают границы, они накладывают определенные ограничения, и если их не соблюдать, это приведет сначала к кризису в духовной жизни, а потом к падению. И вот у нас должно быть очень четкое понимание того, что вот это я могу делать, а это нельзя, потому что это выходит за границы святости. И если мы сдаем какие-то позиции дьяволу, то потом, когда хотим их вернуть, бывает очень сложно их вернуть обратно. Иногда нужно в два раза, иногда в три, а иногда в десять раз больше приложить усилий, чтобы отвоевать утерянное. И что необходимо, чтобы не допустить в своей жизни вот этих размытых границ, и чтобы не идти на компромисс с грехом. Иисус однажды говорил ученикам, бодрствуйте на всякое время и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Он говорит, чтобы не впасть в искушение, бодрствуйте и молитесь. Если по каким-то причинам мы меньше молимся, мы меньше бодрствуем, это приводит к тому, что в нашу жизнь искушению очень легко прийти. А когда приходит искушение, тогда появляется вот этот выбор, идти на компромисс или нет. Апостол Павел дает совет, непрестанно молитесь. Непрестанно это означает постоянно, всегда. И вы знаете, когда вот я раньше не понимал, а как вот можно всегда вот молиться? Ну, можно, знаете, там 15 минут помолиться, полчаса, час, там 2 часа, ну, а как постоянно молиться? Вы знаете, мы можем молиться, когда мы в пути, в дороге. Мы можем молиться, когда мы засыпаем. Мы можем молиться, когда мы что-то делаем или куда-то идем. Мы можем молиться к Богу. Пусть, может быть, мы что-то делаем или мы, может быть, куда-то идем, но наш Дух, наше сердце, оно направлено Господу. Когда мы соединяемся с Богом, Он наполняет наше сердце, Он наполняет нашу внутренность, Он дает нам вот эту способность иметь вот эту силу противостоять греху. Бодрствовать означает быть бдительным, наблюдать за состоянием своего сердца, наблюдать за состоянием своих мыслей. Наблюдать за ногою своею. Апостол Иоанн, первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих, он пишет, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Выражение вот это «не делает греха» означает, что христианин не делает сознательный грех, не идет на компромисс с грехом. А почему? А потому что семя его, то есть Слово Божье, оно пребывает внутри, оно наполняет сердце, оно наполняет внутренность такого христианина. И Слово Божье говорит, что такой христианин уже не может грешить, потому что рожден от Бога. И для себя я отметил два принципа, или я их назвал еще по-другому «два сита». Это два принципа, которые мы можем использовать для того, чтобы сделать правильный выбор и не пойти на компромисс с грехом. Вот первый этот принцип или первая сита, это записано в первом послании Коринфянам, шестая глава, двенадцатый стих. Апостол Павел пишет, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». В греческом тексте там написано чуть-чуть по-другому. Там написано «Ничто не должно сделать меня рабом». Слово Божие говорит, что кто кого победил, тот тому и раб. «Все мне возможно, но ничто не должно меня поработить. Я должен оставаться свободным». Аминь. При всей нашей свободе, которая нам принесла благодать Иисуса Христа, мы должны оставаться свободными. И в послании к Галатам апостол Павел пишет, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». То есть свобода не должна привести нас в рабство, не должна поработить нас. И вот этот принцип или вот это сито мы можем применить сегодня к различным нашим ситуациям, к нашему выбору. А будет ли польза моему внутреннему духовному человеку, если я изберу это? Или когда буду делать вот это? Будет ли польза, если я сделаю вот это или пойду в какое-то место? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Слава нашему Господу! Второй принцип или второй сито, который мы можем использовать, записано первое послание также к Римфинам, 10 глава, 23 стих. Апостол Павел пишет «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». В греческом тексте там также немножко другой оттенок и там написано, что не все делает меня сильнее. И вот вседозволенность это, к сожалению, одна из распространенных проблем современных христиан. они говорят «Все мне позволительно и все мне полезно». А если так, то все, что полезно, оно должно делать тебя сильнее духовно. Если ты позволил себе что-то такое, что ослабило тебя перед Богом, то это уже прямая дорога к духовному рабству. Все мне позволительно, но я должен избрать то, что делает меня сильнее духовно пред Господом. Сегодня мир, знаете, бросает очень много вызовов христианству в различных сферах. И вопрос «Подамся я или нет? Подамся я или соблазном? Или я буду противостоять?» Ученые подвели такое исследование, что за один год поток информации удваивается более, чем за 19 предыдущих столетий вместе взятых. Искушение, вот этот поток, шквал просто информации, они накатываются сегодня волна волной. И дьявол сегодня, он придумает все новые и новые способы и методы, чтобы отдалить нас от Бога, чтобы совратить, чтобы ввести в грех, чтобы сделать теплыми. Потому что именно в таком, в теплом состоянии мы не представляем опасности для царства сатаны. И каждый день, дорогие братья и сестры, мы с вами сталкиваемся с выбором. Что я сегодня изберу? Куда я пойду? Как мне нужно будет поступить в той или иной ситуации? Некоторые христиане, даже, знаете, такие вопросы задают, а грех вот это или не это? А грех играть в шахматы или нет? Нет. Все мне позволительно, но не все полезно. Ты можешь избрать что-то такое, это может и не является грехом, но приближаешься ты через это Господу или нет? Делает ли то, что ты избираешь сегодня, делает ли тебя духовно крепче или нет? И вот используя вот эти принципы, мы можем делать выбор. и то, что мы должны сегодня делать, это бодрствовать, это молиться, это вникать в слово Божие, это использовать вот этих два принципа или два сида. И вот то, что я избираю, оно порабощает меня или нет? Делает ли это меня зависимым или нет? То, что я избираю, делает ли меня сильнее духовно или нет? Становятся ли мои взаимоотношения крепче с Господом от того, что я избираю сегодня? Священного Писания рассмотреть примеры, когда Божьи мужи, когда были в различных ситуациях и в их жизни вот был этот выбор идти на компромисс с грехом или нет? И первый пример, о котором я буду говорить, это пример пророка Валаама. Мы помним эту прекрасную историю, я не буду ее пересказывать, но мы знаем, что когда царь Валак просил его, чтобы он пришел и проклял народ израильский, Валаам ему ответил, что не сможет этого сделать. И тогда Валак начал упрашивать Валаама. Вы знаете, я вот представил себе, мы может читаем эту историю, как бы читаем и много раз читали, но представьте, что к вам, лично к вам приходит мэр города или может быть какой-то более сопоставленный чиновник, какой-нибудь дипломат, депутат и говорит Максим, Сергей, Саша, мне нужна твоя помощь. У меня есть целый кабинет министров, у меня есть помощники, у меня есть, но они не могут мне помочь, можешь только ты, помоги. Листит, правда? И вот к Валаму приходит царь, он его упрашивает, и он стал ему предлагать пойти на компромисс, он ему предлагает дорогие подарки, он ему присылает знатных посланников, один знатнее другого, и мы знаем, что Валам пошел на компромисс. В числах 24 глава, 3-4 стих, там записано, что «И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валам, сын Виоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его». Вы знаете, Валам, он принадлежал к народу Мадимитян. Мадимитяне это были подонки Мадиама, а Мадиам это был сын от второго брака Авраама. Вы знаете, я так вот рассуждал, и я думаю, что Мадиам видел, как Авраам служит Богу, как он, может быть, жертвы вот эти приносит Господу, как имеет вот это общение с Богом. Я думаю, что он, может быть, вот перенял эту веру в Бога. И мы во всяком случае знаем, что Мадианитяне, один вот из священников Мадиамских, это когда Моисей выводил народ из египетского рабства, он тоже написан, что священник был Мадиамский. И мы видим, что Валам, он также был из Мадианитян, и он также имел вот эти отношения с Богом, он, написано, слышал голос Божий. Он видел видение Божие. Это был непростой человек. Но он допустил в своей жизни компромисс. Он согласился на то, что ему хотелось. Он знал, что израильский народ проклясть не может. Он знал волю Божью изначально. как только первый раз к нему пришла эта просьба, он знал. Но ему захотелось чего-то другого. Ему захотелось богатства, ему захотелось вот этой, может быть, какой-то репутации. Вот ко мне царь пришел, простите меня. И когда произошло вот это его падение, он даже видел это видение. Говорит слышащие слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает на открытые глаза. Это очень печальное состояние, дорогие братья и сестры. Мы можем сегодня тоже оказаться в такой ситуации. Мы можем ходить в церковь, мы можем слышать слово Божье, мы можем ходить на молитву и даже пророчествовать. Но если муж Божий допускает в своей жизни компромисс, он обязательно потом впоследствии согрешит. Может быть не сразу, но это обязательно его приведет к падению. И вот когда мы молимся, когда мы ищем общение с Богом, задача дьявола в том, чтобы ты пошел на компромисс. Потому что когда христианин идет на компромисс, он не может иметь с Богом близких взаимоотношений. Змей в Едемском саду сказал Еве, «Оправда ли, что вам нельзя вкушать плоды от дерева в саду?» Он же не сказал «Вот нельзя вот от этого дерева». Он же сказал «Вот от всех, можно или нет?» «Ну, конечно, мы можем плоды от дерева есть, но от дерева вот познание добра нельзя есть». И он начал истолковывать по-другому. Начал говорить, что «Да, нет, не умрете, но знает Бог, что в тот день, когда вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы станете как Боги, знающие добро и зло». И вот эта тонкая, незначительная подмена в понятии, в понимании Божьей заповеди она привела людей к грехопадению. Следующий пример, который мы рассмотрим со страниц Священного Писания, это пример Ахава и Навуфея. Ахав не убивал Навуфея. Он очень хотел, чтобы виноградник был. Ему очень понравилась эта земля, очень понравился этот виноградник. И вы знаете, он даже покой потерял, он не знал, что делать, как быть. Он сначала попытался договориться с Навуфеем, но ничего, Навуфей не пошел на компромисс. И пошел на компромисс Ахав, чтобы достичь желаемого. Его жена сказала ему, ты будь спокоен, а я все сделаю. На завтра Навуфея уже нет и виноградник принадлежит Ахаву. Ахав подумал, если пойдет на компромисс, то будет свободен от крови Навуфея. Но Слово Божие говорит, что виновен в крови Навуфея был Ахав. И это зло, которое сделал он руками Иезавели, принесло проклятие и уничтожение для его дома. Когда мы читаем историю, когда израильский народ выходил из Египта и уже они входили в землю обитованную, в Ханан, когда уже завоевывали эти земли, мы читаем историю о Ахане. Мы знаем, что были войны и один из городов, которые захватывали, Бог сказал, чтобы ничего не брать там, потому что все подлежит уничтожению, все необходимо будет уничтожить и предать заклятию. И мы видим, что Ахан ему полюбилось вот это золото и синарские одежды, которые были в этом городе, и он это скрыл. Он пошел на компромисс. Вы знаете, я вот рассуждал, в Библии написано, что Израиль согрешил, Бог сказал, что Израиль согрешил, то есть виновен был в этом народ, но согрешил один человек. Я вот рассуждал над тем, почему виновен был в этом поступке Ахана, виновен именно народ. Конечно, был виновен Ахан, это сто процентов, но Бог говорит, что Израиль виновен. И вы знаете, я вот так вот вспомнил один пример из своей жизни, вот однажды утюжил дома и немножко неправильная температура утюга выступил, и у меня там подгорело получается там расплавилось, ну и знаете, там такой запах неприятный, гарь чуть-чуть, вот, ну я это, конечно же, все убрал, там проветрил, там немножко свежителем. Приходит жена с работы и говорит, что-то у нас дома подгорело, не получилось скрыть. И вы знаете, когда я рассуждал на историю Ахана, написано, что вот он пошел, взял это и скрыл в шатре свое, зарыл. Скажите, думаете, это никто не видел? Сто процентов были улики какие-то, земля свежевыкопанная, может быть, когда нес что-то по дороге, но это невозможно, это, ну сейчас, знаете, ну современно, это можно что-то в карман положить, спрятать, но это вещи, это золото, это имеет вес, объем, и когда он нес, кто-то видел, кто-то, может быть, закрыл на это глаза, на то, что он принес, может быть, домашние видели, но Господь говорит, что Израиль согрешил. Поэтому, когда мы видим, что кто-то из наших родных, близких, может быть, кто-то из друзей, соседей, делает грех, и мы не говорим им об этом, то мы также повинны в этом. Во многих ситуациях мы, христиане, очень часто можем идти на компромисс, и вы знаете, а хан, ну, ну, мне вот это понравилось, он захотел это взять, вот подумаешь, я возьму это и сделаю, и вот эта ошибка его у нас стоила очень дорого всему обществу израильскому. Пойдя на компромиссы, никто не стал еще духовно сильнее. Когда мы читаем Новый Завет, мы видим такой пример, когда апостол Павел говорит о своем сотруднике Димасе, он говорит о нем, как о сотруднике в одном месте, потом во втором месте он говорит о нем просто, как о Димасе, а потом говорит о нем, как о дезертире. Димас оставил меня. Второй Тимофея, четвертая глава, десятый стих, Димас оставил меня и пошел в Фессалонику. Мы не знаем, в чем была причина падения Димаса, мы не знаем конкретно, вот что он сделал, но Фессалоника переводится, как дом торговли. И мы читаем, что он возлюбил нынешний век, ему понравился этот век. Мы не знаем, когда Димас пошел на компромисс, мы не знаем, что он сделал конкретно, но апостол Павел не открывает нам эти подробности, где сломался Димас, в каком конкретном случае он пошел на компромисс, но мы знаем, что он оставил служение, оставил апостола Павла. Атаки дьявола, они не должны застать нас врасплох. Мы должны иметь ум Христов. И апостол Павел нам говорит, что нам не безызвестны умыслы дьявола. Он только замыслил, а нам уже это известно. Хорошо, правда? И вот любая армия, знаете, она очень сильна не численностью, не каким-то, может быть, вооружением, а разведкой. Разведчик — это очень важный воин, который может донести очень ценную информацию. Благодаря его работе тысячи и тысячи людей будут сохранены. Мы читаем, когда Ветхий Завет, мы видим такой пример, как муж Божий, Елисей, передавал царю то, что сирийский царь говорил в своей спальной комнате. Елисей там не присутствовал, но Духом Божьим проникал в замыслы врага. Это очень великая способность Духом Божьим проникать в планы дьявола, потому что такой христианин, он не потерпит урон. Он знает, что дьявол завтра приготовил и потому будет молиться и разрушать планы врага. Однажды мне был такой сон показан. Я говорю это как сон. Я однажды увидел себя со стороны. Я пришел с работы пораньше, я лег отдыхать. Это произошло еще до свадьбы. Я, как я помню, я пришел, лег на кровать, я уснул. И в какой-то момент я просто увидел себя со стороны, увидел вот эту комнату, в которой я вот нахожусь, увидел кровать, вот увидел, что вот я вот лежу, отдыхаю, и увидел это со стороны. И вот в моей комнате вот сразу вот там есть балкон, выход на балкон, и я вижу, вот стоит ангел и подзывает меня рукой, говорит, вот, ну, загляни сюда. Ну, я как бы прохожу, так я заглядываю на этот балкон и смотрю, что сидит дьявол в черной плаще и что-то искусно плетет, что-то расставляет, какие-то вот такие вот, знаете, может быть, ну, капканы, какие-то силки, такие веревочки, вот это так все искусно делает, старается. Вот я смотрю, я удивился просто. И это увидел дьявол, что я увидел это, смотрю. И какой-то вот, такой вот, знаете, вот как топот, какой-то вот громкий такой стук, я проснулся от этого. Я стал потом рассуждать. И вы знаете, Господь, Он нас предупреждает. Он показывает наши, вот различные, может быть, ситуации, может быть, во сне, может быть, каким-то другим способом, через слово. Но Он предупреждает нас, говорит о том, чтобы мы не спали, о том, чтобы мы бодрствовали, молились, чтобы стояли на страже, потому что дьявол, враг душ человеческих, он день и ночь спит, он хочет уловить, он хочет нанести поражение. Но Иисус победил дьявола в прямом сражении на кресте Голгофы. И поэтому дьявол знает, что в прямом сражении он не может победить нас, христиан. Мы знаем из истории церкви, что тюрьмы, гонения, физическое уничтожение, это дьявол все перепробовал, чтобы уничтожить церковь. Но ему это не удалось. И поэтому сегодня он использует вот эту тактику диверсионной борьбы, тактику вот этих компромиссов, чтобы христианин, когда допустит это в своей жизни, через это, чтобы пришел урон в его жизнь. Иосиф, это пример мужа Божьего, когда он не пошел на греховный компромисс. Иосиф, ну кто узнает, что ты там был с женой Патифара? Ну, никто не видит, никого нет. Вот так вот сложилась вот эта ситуация, эти обстоятельства. Но Иосиф имел в сердце страх Божий. Он знал, что это не угодно Господу. И он остался в границах святости. И это помогло ему устоять и не пойти на компромисс с грехом. Слава нашему Господу! Давид, к сожалению, мы знаем такой пример, что однажды пошел на компромисс в своей жизни. И это привело его к падению. И результат мы также знаем. В Данила, книге Данила, мы, в 1 глава 8 стих, мы читаем, что Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского и вином, какой пьет царь. И потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не скверняться ему. Я не буду пересказывать эту историю, мы все это прекрасно знаем. Но вот эта история о Данииле, о его друзьях, она говорит о том, что те испытания, те трудности, которые они испытывали, которые им было суждено перенести, они отказались идти на компромисс. С самого начала, когда они оказались в Вавилоне, когда они сталкивались с этими различными ситуациями, они твердо стояли вот на этих ценностях Божьих. Когда они встали перед царем, они знали, что раскаленная печь это небаловство, что момент и для их жизни есть риск. Но они сказали царю, царь, ты должен знать, что тебя мы уважаем и твои законы, но есть Господь, чью волю мы ставим превыше всего в нашей жизни, и мы не будем кланяться и стукану царь. Бог, которому мы служим, силен нас сохранить от этой печи. Слава нашему Господу. Их система ценностей, она была основана на реальном опыте с живым Господом. Даже под угрозой смертной казни они не пошли на греховный компромисс. Слава нашему Богу. Я еще один пример приведу, мы с вами будем молиться. Соломон 40 лет царствовал в Израиле. Израиль достиг своего расцвета во всех сферах жизни, во всех. Царство израильское при Соломоне, оно процветало, как ни при ком раньше. Все хананские народы были покорены. Создана была прекрасная армия, прекрасная инфраструктура. Давид оставил Соломону 3600 тонн золота, 36000 тонн серебра. Ежедневный доход Соломона примерно составлял 24 тонны золота в день. Ни одна богатейшая страна мира, ни Евросоюз, ни Китай, Америка не обладают такими богатствами, таким доходом, как именно Израильское царство во времена правления Соломона. Мудрость Соломона была от Господа. Господь явился Соломону и сказал в Гавоне, проси, чего хочешь. И он попросил сердце мудрое. Но мы знаем, что однажды Соломон пошел на компромисс. Он все, что хотел, у него было в жизни. Ничему, ну вот, все, что хотел, все имел. И вы знаете, я вот так вот тоже размышлял, я думаю, наверное, мы бы считали великим благословением, да, вот, все, что вот я хочу, все у меня есть. Но вы знаете, это не всегда так. И Слово Божие, когда мы читаем вот о Соломоне, то написано, что взял себе 700 жен и 300 наложниц. И жены Соломона склонили его к долопоклонству. В Ветхом Завете не было прямого запрета на то, чтобы иметь много жен. Но когда мы читаем книгу Второзакония, 17 глава, 17 стих, там израильский народ захотел себе царя. И там изложены требования к царю. И в 17 стихе написано, и чтобы не умножал себе жен, дабы не разобратилось сердце его. Это было обозначено очень тонкая линия, четкая грань. И последствия, какие будут, если переступить ее. И прежде чем Соломон согрешил и впадывал и дал поклонство, он раз за разом шел на компромисс. Сначала одну жену, потом вторую, потом третью. Они из других народов. А построй дом такому-то божеству, у меня народе не кланяются. А построй храм вот этому. А пошли со мной, если ты меня любишь, пошли сходим. Просто постоишь, ты ничего не будешь делать, а я вот все сделаю. И мы знаем, что Соломон отступил от Бога. Я могу очень много еще приводить примеров из Библии. Но вы знаете, только Дух Божий может сегодня проговорить в наше сердце. Только Дух Божий может сегодня запечатлеть в нашем сердце вот это слово Божье истину, вот это. Бог больше всего ненавидит теплое состояние, теплую церковь. В послании к ладикистской церкви Иисус говорит, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был бы холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Писание говорит, что когда христианин тепл, то это вызывает отвращение у Господа. Он хочет это извергнуть из уст твоих. И сегодня для нас я верю, что Бог Духом Святым Он говорит, что нам нужно в нашу жизнь провести вот это четкое разграничение в жизнь. Что мне позволительно, а что нет. Что меня приближает к Господу, а что отдаляет. Поэтому я верю, что в присутствии Господа мы переживем то, что пережил однажды пророк Исаия. Пришел момент, когда он осознал свои грехи, свою греховность. Он раскаялся за это. Бог коснулся его уст, и он стал могущественным образом его использовать. Лаодикийская церковь пришла к такому состоянию, потому что она шаг за шагом шла на компромиссы с грехом. И это стало их повседневной обыденностью. Состояние обеспечия, состояние равнодушия. Я спасен, мне больше ничего не нужно. Это состояние христианина, который привык идти на компромисс. Перед нами сейчас молитва. И я просто хочу, чтобы каждый сегодня поразмышлял над этим, чтобы каждый рассмотрел себя, посмотрел свое сердце. Если я пошел в какой-то области на компромисс, если ты стал сегодня, может быть, меньше молиться, если ты стал меньше посещать Дом Божий, если ты стал сегодня меньше читать Слово Божье, если ты замечаешь, что уже давно, может быть, не исполняешься Духом Святым, то будь уверен, что в твоей жизни ты когда-то уже шел на компромисс с грехом. Мы сейчас помолимся, пусть Господь поможет нам и укрепит нас и благословит. Молимся. Молимся.